итак сегодня пятница 8 июля работы продолжаются замечательный дождливый день вот помощь легионеры приехали из белоруссии вот наши сергей палыч соответственно он там игорь работает андрей березы владимир спасти христос седьмой пот уже кто-то считает поты кто-то сбился со счета что-то виталик показывает лучше не позорился так вот участок хороший вот открывается работа здесь вот все это нужно вынести аккуратно сложить в таком роде следы трудов наших это все бульдозер ковшом своим срежет все уберет здесь ничего не будет за счет стали следы прошлогодних прошлогодних 20-летней давности его работ такие вот траншеи вот игнатий тихонович здесь на занимается на острие ножа прокладывает нам путь дорогу куда мы направляемся в работе своей вот так вот сколько наросло здесь всего чичи всякой клёна даже не знаю как называется это растение вы на тихо дорогу прокладываете нам но не дорогу но не дорогу сам себя доблюсь акклиматизация произошла Владимир подошел и говорит как мотор то работает я говорю первые дни едва доходило целый день пилю это размер то я снял то 10 больше несколько сот сегодня я уже опилю совершенно как рука как двигатель работает это бог дает акклиматизировался за три недели сегодня уже четвертой неделе мы хотим что вот видишь дальше березняк идет один березняк идет а здесь идут осины и вот он видно как бульдозер шел это бульдозер ходил тут и вал там ты свала фотографируешь там посмотреть надо и это все наросло сорно называется мы почву взрыхлели оно наросло теперь мы это убираем снова принимаемся за этот пруд он окаймлен валом с четырех сторон но с трех сторон оттуда вода еще но возможности никакой не было 21 год видимо так примерно думаем он провдовствовала земля просубботствовала теперь вот начинаем посмотреть сколько нам наложить я сам на себя обернусь и невероятно это просто не верится а союляем только березки теперь пилой дворучной это пропилим вот ряд осталось чтобы полностью стоит форме видишь там остались одни березки но стоят осинки которые три мы их уберем там 4 клен и с берега вон я основной плотина этот ряд березняк березняк будет идти белый а с той стороны зеленый вон там береза это набор это еще на этой вот оттуда даже будет видно ну не видно эту кусты надо убирать там зеленый и все сходится между собой с собой замкнутый круг а здесь озерко это самое красивое озеро у нас будет если конечно господь допустит потому что мы не знаем какая жизнь будет завтра будет ли мирное время ну пока вот так вот посылает работников из белоруссии двое братьев вот с катеринбурга приехала вы тут виталий ну и гоним торопимся потому что сегодня костер пятница 8 июля завтра экзамены будут проверка кто как решению готовился некоторые даже сейчас звонят проезда нет разворачиваем назад уже все на вокзале проезда нет поэтому нынче будет немного может быть человека несколько всего в прошлом году побольше было я всем говорил ищите на местах священников которые веруют в бога не верующие священники то сплошь и рядом которые каноны соблюдают которые проверят вас как вы приняли господа пустили свою жизнь живете для бога и дальше чтобы согласились бесплатно крестить некоторые нашли на афон поехали там получили крещение афонские монахи вообще это мочение ни за что не считает фиксия обман обман попы лютуют просто на этом жируют каждый приходит по голове ладошкой крещены страна безбожия такие должности всякие придумывают и люди их берут идут деньги получает обман дети лживые сейчас только мать звонила но обратите внимание на мою дочь она уже приворовывает она уже лжет я куда не все такие редко редко какой ребенок имеет страх божий ну все я имею в большинство ну что работаешь как господь позволяет видишь какие кусты наросли их надо выпиливать если будет дальше сухое время то бульдозер пойдет здесь углублять к этому валу ну уменьшим размер от вала отступим где-то вот до сих пор только где-то березы оставим до березы вал там будет натягивать а дальше будет видно желание то есть а как удастся один бог знает я благодарю бога что бог дал помощников и все время вчера саша шадрин сергеем отцом помогли вот сколько повалили убрали это место так все засворенное бог дает силу дает людей были бы благодарны а враги были и будут всегда мы это знаем сейчас только звонили мне адвокат против меня возникли дело а то кто сергеанцы еще зимой они хотели в роском там этот как на не знаю на дата ну санэпидемстанция обратиться это сергеанцы стопроцентные они ничего не могут без властей закрыть лагерь закрыть но закрыли детей-то куда девать дети-то отовсюду съехались 2 закрытия скорее успеть возникнуть какие-то дела против общины все то то есть сатанеют прямо живые вот эти отделы миссионерские какое им дело до меня до моего лагеря они их видели детей нет а зачем натравлю до безбожники сыны гиенны их по-другому не назовешь обходят море и сушу и делает ценами гиенны и лагерь у меня 45 год ни один ребенок не погиб ни один не отравился вот это места как колдобоины это бульдозер проходил вот здесь бульдозер прошел дальше туда да и прошел и вот это от него следы остались вот так гомонок мой возле сзади повешиваешь благодарю пошел еще попилить маленько надо узнать время позволит господь мне мамонтовский интересно суд передали а он отказался говорит вести дело мне говорят узнать какая причина за мне какая разница какая причина мы никакого дела к ним не имеем 6 часов все собираемся домой все осталось здесь завтра если господь позволил бы маленько хоть поработать еще но теперь уже вряд ли это все нам надо будет пойдемте помолимся поблагодарим бога проходи так 6 часов 6 часов заканчиваем пока доедем по 7 будет маленько отдохнет из дороги ты еще показать смотри березняка мы вы вырезали основное березняк здесь забелелел мы делаем все будет это береза пилим клен обогруны застилаются делается надпил сначала пошли домой хотел я сфотографировал здесь она пустила ветки смешает закрывает на панораму я давай вот молодец догадался работал давай до половины допилете потом с этой стороны его броснуть это клен сорное растение на никуда не добиться только на гробах а у нас из него все и столбы идут оно дерево твердое называется твердой породы ну как тема идет виталий хорошо я сегодня потащил его начала подклинивать вам нужно назвать игорь как фамилия труд у нас а это андрей андрей давай с другой стороны замени его повыше возьмите маленькая такая технология полки дерева делается надпил обязательно потом следующий идет выше надпила идет уже срез следующим со всем технологиям видите как все заброшены когда говорили как будет восстановить потеряешь это значит всю инфраструктуру дороги все что есть возьми мою мою дем не засухать вон она или ты пока пошел треск пошел треск не дешевле шик не дарю а когда по консору вот-вот-вот должна пойти давай 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 добивай вот теперь маленько добить ее допилить чтобы она упала вот как она еще больше закрыла то я хотел чтобы мимо упала ну допилить ее и все а дальше она когда спихнешь и дальше изрубим ее так работаем без матерков такая работа бывает даже ну верующих больше так нигде не услышите все хорошо пойдет все можно сбить теперь и топором ударить ее ниже она пойдет туда она не пойдет она не пойдет как еще пойдет вот она а теперь штучки это отпиливать эти она пойдет к низу все собираемся вот сюда саня фотографируем вот я хоть думал она наоборот она наоборот заслонила ну ладно вот так вот в ряд становитесь здесь я вас на память чакну рабочий крестьян успех больше крестьянская поверни с детали скорее тебя ждешь все время ну moderne мужичонка так ребятки Кто чакнет меня еще с вами? Это я чакну. Все как надо. Сиди сюда. И с той стороны встань. Вот так вот. Внимание! Раз, два, три! Ты смотри ты каках. Рукавички то снял бы. Нормально. Да я ты подготовился. Готово. Еще давай. Еще сделай дубль. Мне телефон нужно сделать. Когда вы все только фотографируйте будете. Смотрим сюда. Ну все. Сергей нажмешь просто вот на эту кнопку. А ты сейчас иди сюда. Сергей, на эту кнопку просто нажмешь пальцем. Только надо без перчаток. Закрой мой телефон. Возьми его в руки. Себе на шею поверхность. Просто раз, квадратик под зеленый. Зеленый столчик нажал на него. Два раза. Потом я давай. Вставай. Ну отлично. Еще раз. Как мы там пилили? А ты тоже иди. Залазили. Иди, иди. Да я там. С камерой. Давай, давай, Никит, давай. Отлично. Все супер. Ну, ребята, давайте собирайте топоры. Так, а где вторая пила? Уходим. Давайте мой фотоаппарат. Ну ладно, неси. Пошли к машине. Да и все. Где вторая пила? Держи. Сейчас до туда дойдем. Окрестность пока снимай. Покажем, как ты прячешься. Так. Вот, чтобы еще не забыть. Четыре топора, две пилы, две ножовки. Ножовки все? Посмотрите, ножовки. Топор лежал. Вон, вон там топор, пила вон. Берите оттуда все бутылки, все. Вторая пила, есть в руку с ним. Подходите. Да, вон она стоит. Ребята, лучше обойдите. Вот это дерево, это павок. Забирайте. Не сильно. Лопату. Ну ладно. Вот так вот Израиль выходил из Ханаана. Из Ханаана. На озеро не ходите? На озеро чмите. На озеро чмите. Виталию говорить он не слышит. Убери его, а то репей. Это похоже не репей. А что за репей? Лопух. Точнее, не лопуха. Лопух в народе. Не просто лопух. Берите. Не просто лопуха. Не просто лопуха. Не просто лопуха. Ну ладно. Неа, там военный фильм, военный, да? Да, военный. Реклама в такси идет. Веронов там главная роль. Весь инструмент. Так, положи мне сюда. Давай на шею. Вот так, молодец. Ну и все. Сегодня уже некогда. К костру готовиться, поужинаете. Я уже не пойду туда. Мне не до этого. Так, уходите оттуда. Никита полез. Вот так. Смотрите, что пилой-то не отпилить чего-нибудь. Зубья в другую сторону вложим. Так, ну-ка посмотрим, как он там лег. Нормально совершенно. На окраине находится. Закрываем. Украина на окраине. Украинцу не бегала. У нас сегодня что? 11 июля. Вот Василий Лапкин. У меня двородный брат был Василий Лапкин. Это племянник приехал. Помогает. Так, напали осы. Тут наткнулся на них. Сразу три в правую руку ужалили. Там витали. Почти не видно. Вот это грань будет. Ни одной березки не трогаем. Так, уходим. А тут в кустах Никита Андреевич. Так, пробираемся. Ты знаешь что? Заходи на плотину и там пройдешь. Прямо туда выйдешь. Я сейчас оттуда покажу какой. Какой открывается вид вообще. Это будет самое красивое озеро. С одной стороны от дамбы обрамляет лес береза. А с другой стороны зеленая-зеленая осина. И осень она красная и пурпурная. И представьте гладь озера. Пруд. А это не пруд. Тут из-за пруда то не особо действует. Именно углубление. Искусственный водоем можно так назвать. Как в Германии это практикуется очень много. Вот я иду вдоль дамбы. Сейчас поднимусь на нее. Чтобы снаружи показать. Это Василий. Здорово помогает. Бензопило ему Алексей дал. А это вот ребята пробили траншею. Спускали в воду. Вторая траншея была. Все глубокое. Вручную. Там рубили сечкой. Наверное топорами корни. Вот оно где есть. Работа с утра до вечера. В поте лица. Да какой он пот не просыхает. Не лица только. А все. Весь мокрый. Ну вот. Тут еще вот вода. Вода и ничего не сможем с ней сделать пока. Выпустить никак нельзя. Видите сколько дров наготовили. Это все наросло на нашем пруду за 20 лет. Тут никогда не было ни одного дерева. Никогда. Кусты были по сторонам. Проходи сейчас дальше. Вон тот осенник. И с него начинать. Мы с тем соединимся берегом. Я уже прошел сегодня. Посмотрел. Вот он как будет выглядеть. Хотел показать. Вот оно как. Березняк. Один березняк. Представьте это вот вместо кустов гладь озера. Это вот все березняк. Березняк. Как будто резко сразу начинается на половине озера. Начинается осинник. Стараемся ни одной осинки не попортить. Мой отец объездчиком зимой работал. А летом пасет. Инвалид войны. Находил в себя работу. То есть не находил. А поручали. Знали, что неподкупный отец. Очень щепетильный был. Как-то привезли. Тут. Ну дешевое зерно. А у матери денег не было. Мать бы взяла. Потому что к пури скормить нечем. А как? Да мы со двора заедем, насыпем. А отец узнал нет. Заезжать только с улицы, чтобы все видели. Они говорят нам дали. Ну не купили. А завтра милиция как начала шорстить. Вот это все выбирай. И все у всех забрали. А у нас не тронули. Потому что не купили. Это на боку уже лежит. По порядку все. Вали вот эти вот. Вот эти все валят. Все валят. Вот дамба. Видишь дамбу? До нее надо все освободить. До нее надо все освободить. Солнце освободилось. Я сейчас с той стороны зайду. Вот обрабатываю. Это наросло до дамбы. А дамба вот примерно в четырех шагах. Вот она. Видно ее. Такое мощное возвышение. Это все убирать надо. Все тут иначе никак. Она наросла на дне нашего озера. Только бы никто не помешал. Ну кто помешал. Господь не допустит и не помешал. Ух. 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 Вот так. Ну теперь принимайся за эти. Ух. 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 И вот этот тоже, Василий, выруби его весь, потому что на них упадет, потом там вручную все вырубит. Вот это собаленные деревья, сгниться, порой все еще. Человек-специалист, подсказывать еще не надо. Покрутай. Палец, пустарник, ну, больше пальца, толще. Стулку даже бывает, детскую. Вот так, все там. Перебейте. Вот здесь тоже возник, вот, вкуситель. Не мешает. Вот, ну, и вот этот дальше, который идет. Их вырубить надо все, иначе они будут завалены. Вот так. Давай. Ой, прям у меня. Опа. Ну, ладно. Подсчищай кустики. Ну, еще. Давай, выходи. Начинай с этой стороны. Вот отсюда вот. Вот эти кустики все. Разбивает. Вот это подряд, выключи. Вот эти все кустики. А тогда повалится вот это наросшее, сухое. Вон дальше вот эти вот выбирай. И туда сдвинемся. И этот край пойдет туда. Вот, дальше проходи. Вот, дальше проходи. Еще из того края. Сегодня 14 июля. С 2016 года, в четверг, я пришел на южный пруд, в который готовимся. Вот теперь его границы уже видать. Вот сколько времени ушло. Это то, что 21 год наросло. Здесь не было ни одного деревца. Ну а когда бульдозер-то сдвинул, на почву падают семена. И вот так ее здесь. Вот они работают, наши братья. Утром рано они уже здесь. Вот оно какая. Отсюда солнце восходит. Здесь березняк. Это все березки. Березки до половины. Видите, как все сделали? Все убрали, там одни пеньки. А бульдозер их сразу выковырнет. И дальше начинается сразу, резко переходит на осину. И вот дальше один осинник идет. Один. Ну а здесь смешанная береза. Осина. Вот рядом береза. Это вот сюда бульдозер загонять придется. Пеньки это все опять же на себе выносить. Но на самом пространстве. Вот и лужа еще кое-где остается. Ну вот ждем, подсохнет. Температура жарит за 30 градусов. Вот там где-то видать кто-то шевелится. Ага, Никита работает там. Я пришел попозже там. Все поправился по лагерю. Вот за этим там должны двое быть. Володя Владимир Галендухин. И Роман Малыш. Вот он ходит там. Ну и Виталий. Вот они здесь. Издалека я плохо снимаю. Прошу прощения. Видно, что они ощущают. Вот такая территория. Кусты все спилили. Ну, озерко прекрасное. Красивое будет. Если все будет так, как думаем. Но, впрочем, все как угодно Господу. Вот утром восходит солнце. Я даже не вижу. Не могу навести на солнце. Утренний пейзаж. Где-то здесь солнце. Понять не могу. Попал я на него эфиром. Или нет. По краешку. Все показал. Вот тут длинные, которые нам пойдут в жерди. Остальное здесь спилены. Шкурить, поднимать. Тут работы еще много. Но основное это было лес убрать. Который нарос. Сорняк. Вот на Южном пруду братья в Итаске должен трактор подойти. Это подойдет. Вот Роман Олевич, Никита Колесников, Владимир Галендухин. А сегодня отдали Виталия Лужкова. Просила там у себя сделать отмостку и прочее. Вот как это выглядит теперь. Ну, примерно 260 убрали с сорного дерева. Посреди болота росло. Трудно было, хлюпать приходилось. И вот это вот то, что будет теперь называться прудлом. Если все это убрать. 260 пней, не считая маленьких. С маленькими это три сотни и будет. Маленькие что означает? Толща руки. Показать, какие огромные березы тут. Обхватом одному не захватить. Вот, а уже начинает сохнуть. Бог даст. Вызохнет. Ну, вот это все туда. Бульдозеру придется. Вот это поднять. Что там еще, Владимир Тихонович? Все, вот эти берите рядом, которые. Да, эти тяжелые очень. Да, там не брать тяжелые. Которые не тяжелые, давайте. Давайте. Да. Да. Продолжение следует. Продолжение следует...